Итак, кто же такой инвестор, кто такой трейдер? Новички иногда путают эти понятия, вообще тяжело разобраться, что брокер, трейдер, инвестор, куча каких-то новых терминов и так далее. Сейчас расскажу вам на пальцах, что такое инвестирование и что такое трейдинг и принципиальные их отличия. Вот смотрите, вы приходите, когда на фондовый рынок, вы кладете деньги на счет, и вот трейдеры, они живут сегодняшним днем. Все деньги, которые есть у всех на счетах, это, грубо говоря, один большой котел, это та самая кучка, которая вот сегодня у всех лежит в общем доступе, в общем котле. Трейдер рассчитывает на то, что он сегодня у кого-нибудь отберет эти деньги. Их просто так на фондовом рынке больше не становится сегодня, они не производятся, они там ничего не делаются, там только участвуют те деньги, которые уже положили на счет. Поэтому, если вы хотите зарабатывать трейдингом, то вы должны четко понимать, что вы каждый день приходите, садитесь за свой компьютер, открываете ноутбук или компьютер. и по ту сторону существуют другие трейдеры, у которых вы хотите отнять денежки. И если вы думаете, что вы такой счастливчик и такой удачливый, что вы сможете это сделать у таких же трейдеров, как вы, у профессиональных игроков рынка, у профессиональных трейдеров, у частных инвесторов, у хедж-фондов, у Минфина, все, потому что там на фондовом рынке все иностранные банки, российские банки и все вот эти деньги, которые лежат, это огромная куча. Оно просто распределяется в течение дня, кому, чего, сколько и куда. Если вы такой удачливый, то, я думаю, вряд ли вы бы сейчас смотрели это видео, просто можете купить лотерею, если у вас столько удачи, или сходить в казино, и тогда будет вам счастье, богатство и все остальное. Трейдинг – это работа, тут нужно научиться самое главное, освоить технику, и то, техника простая обычно в трейдинге, то есть там нет суперсложных каких-то стратегий. Самое главное, с чем приходится бороться, это со своими эмоциями, жадность и страх – это то, что управляет на фондовом рынке, получает тот, кто имеет наивысшую степень самоконтроля, кто умеет следовать своей стратегии. Там-то надо всего лишь несколько пунктов – один, два, три, делай раз, делай два, и все, баблишко у тебя в кармане, то есть кто эмоционально неустойчив, он тебе будет отдавать свои деньги. Поэтому трейдинг, с одной стороны, да, перспективы колоссальные, но в то же время статистика, с которой очень тяжело спорить, показывает, что лишь два-три процента трейдеров на долгосроке могут показывать отличный результат, хороший хотя бы там прибыльный. Вот я не отношусь к числу удачливых трейдеров, хотя я владею техникой, я могу удваивать, утраивать капитал за несколько месяцев, счет удваивать, но сохранять потом у меня не получается, поэтому мой вариант – инвестирование. Кто такой инвестор? Инвестор – это человек, я его сравниваю с пахарем, спахал поле, посеял зерна благодати, то есть вложил денежки, дальше поливает, удобряет, то есть иногда отслеживает, что-то докупает и так далее, и лишь спустя время он ждет, когда все зазеленеет, и он будет получать свои плоды. У инвестора что главное – регулярно покупать активы, которые вырастут и дадут тебе потом плоды в виде пассивного дохода, либо там прибыли, либо там действительно пассивного дохода, купоны, дивиденды и прочие-прочие плюшки. То есть инвестор, он ровненький, он спокойный, терпеливо тоже следует своей стратегии. Точно так же, если вы будете подключать эмоции, что к инвестированию, что к трейдингу, это приведет к потере прибыли, как минимум. Потому что биржа – это то место, где деньги переходят от активных к терпеливым. Ну, так устроено. Конечно, вы можете мне не поверить и пойти проверить все самостоятельно на своих деньгах, но я выбираю инвестирование. И поэтому смотрите видео. Я буду рассказывать, как я это делаю, какие-то полезные, интересные штучки и лайфхаки. Для того, чтобы не пропустить ничего, подписывайтесь, ставьте лайк. Дано! Итак, давайте я покажу вам какое-тоеальное